Наркоплантации на городских улицах Они уничтожают дикорастущую коноплю Великое переселение уродов И это эскиз нового спектакля Театра Лахакасии Показали его ночью Родственники погибших и пострадавших В аварии на Саинашушинской ГЭС Намерены выйти на митинг Повод все тот же затягивания судебного процесса Сегодня заседание в очередной раз сорвалось Не все государственные адвокаты Обвиняемых ознакомились с материалами Более того, просили дать еще несколько месяцев На изучение собранных следствием Более чем 1200 томов дела Между тем суд дополнительно выделил лишь 20 дней Следующее слушание назначено на 28 октября Но люди не верят, что дело сдвинется с мертвой точки Единственная цель не допустить процесса Два года надо протянуть Они уже откровенно над нами куражатся, глумятся Стоят мы профессионалы Мы такие, мы вот такие умные все Вот наглые, абсолютно саботаж Это юристы профессиональные Представитель наша Романовская И прокуроры говорят Они ничего Какая у них крыша Они вообще ничего не боятся Люди вынуждены защищать себя сами Прежде уже отправили коллективные письма Президенту страны в Госдуму Уполномоченному по защите прав человека В Республиканскую коллегию адвокатов Ответ уже получен Из приемной президента В нем сказано, что письмо передано В Российскую коллегию адвокатов Для принятия мер реагирования Эту информацию потерпевшие сегодня озвучили в зале суда Более того, люди готовятся к митингу Планируют привлечь внимание общественности и СМИ К беззаконным действиям адвокатов Со дня на день планируется получить разрешение На митинг у главы Саиногорска На публичный акт самосожжения Настроился один из голодающих шахтеров Черногорски О том, что он готов принести себя в жертву Шахтер сегодня официально уведомил администрацию Черногорска Мужчина требует вернуть заработанные на шахте деньги И все компенсации в течение недели Подробности у Алексея Гончаренко Похоже, к такому повороту событий был не готов никто Идет уже 36-й день голодовки В какой-то момент могло сложиться впечатление, что акция протеста Сама собой постепенно сойдет на нет И вдруг шокирующее заявление Геннадий Романенко, один из голодующих, готов к самосожжению Если не получит заработанных еще в начале 2000-х денег на шахте Енисейской Которая впоследствии обанкротилась Если до 15-го числа не выплатить Я просто обольюсь и бензином сожгу Мне уже так устало Я с 2009-го года бегаю по судебным приставам Я устал Я ничего не делаю Попокновенно поститься дома Я просто бегаю по судебным В рядах голодующих практически все отмечены Знаками шахтерской славы Многие ветераны труда На шаг отчаяния решился один из 13 объявивших голодовку Экземпляр уведомления Геннадий Романенко направил в администрацию Черногорска Большинство черногорских шахтеров с самого начала не поддерживали голодовку Акт о самосожжении тем более ни у кого не укладывается в голове Ведь сумма долга За которую человек готов на отчаянный шаг 130 тысяч рублей Похожие иногородние хакасские студенты не получат компенсацию на авиаперелет к месту учебы В этом депутаты пока не видят необходимости Об этом сегодня заявил на встрече с журналистами Владимир Штыгашев Напомню, по инициативе правительства Мера поддержки касалась бы всех студентов из Хакассии, обучающихся в других городах Речь идет о бесплатном перелете к месту учебы и обратно раз в год На это, по прогнозам спикера Верховного Совета, потребовалось бы около 4 миллионов бюджетных рублей В принципе, как правило, либо это успешные люди, это, как правило, отличники, это медалисты Которые на Хакассии положили давно уже крест с момента получения этих регалий И мы их еще будем поощрять, чтобы они дальше уезжали, может, за границу еще платить Второе, это категория достаточно обеспеченных родителей, которые могут и на платной основе учить где угодно По мнению депутатов, большей поддержки требуют местные студенты В любом случае вопрос будет обсуждаться завтра на сессии Верховного Совета В реализацию программы мало кто верит И потому что, скорее всего, ее не потянет республиканский бюджет У жителей двух бараков номер 49 и 51 по улице Ленина в Абакане появился, наконец-то, реальный шанс переехать О необходимости сноса ветхих домов говорили очень давно, почти полвека За эти годы люди столько раз готовились к переезду, что сегодня многие не могут поверить в реальность происходящего Тем не менее, дата уже названа и подтверждена документально Все подробности в материале Анны Ахпашевой Похоже, что время в этом дворе, в самом центре Абакана, остановилось где-то полвека назад Все та же вода из колонки, все те же деревянные туалеты И лишь здание Национального банка по соседству с яркой бегущей рекламой возвращает в реальность И сообщает, что на дворе 2013 год Временной провал ощущается во всем Люди живут как будто в своем мире, отдельно от остальной шумной столицы Жильцы дома по старинке запасаются углем и дровами перед зимой, носят воду в ведрах Тамара Георгиевна рассказывает, с этим домом у нее связана вся жизнь Здесь она родилась в 1934 году Здесь же на свет появились ее дети, затем внуки Сегодня в доме почти все так, как было в 40-х и даже 70-х Примерно с того же времени обитатели бараков готовятся к переезду В 1964 году я вышла замуж Нам сказали, вот здесь у нас огородики были Нам сказали, огороды не садить, не белить, мы будем вас носить В 1964 года И вот мы все ждем, ждали, ждали, ждали Почему на столько лет затянулся снос этих домов, вопрос открытый К примеру, бараки на улице Чертыгашево, которые, к слову, на пару десятков лет моложе Давно снесли А об этих двух строениях, зажатых между многоэтажками, как будто забыли Даже коммунальщики, которые вот уже год здесь не появляются Мусор не вывозится, туалеты не чистятся Жильцы с ужасом вспоминают минувшую зиму, когда стоки буквально заливали двор Это же, похоже, ожидает и в этом году Людям придется потерпеть Напоследок Так как, со слов подрядчика, переселение начнется ближе к осени 2014 года К сожалению, так быстро расселить людей, такое количество людей, там почти около 40 квартир Не представляется возможность Поэтому мы специально под этот проект запроектировали несколько подъездов в жилом, в нашем будущем доме по улице Торосова 7 Который сейчас вот уже строим И в следующем году мы его будем сдавать во второй половине года Разницы по площади между старым и новым практически не будет В комнате добавится ванна и туалет Многих это, понятное дело, не устраивает Вот только выбор у людей небольшой Переехать, хоть и в небольшую, но благоустроенную квартиру Или оставаться доживать в прогнившем бараке с почти вековой историей Которая в любом случае закончится уже скоро Снос назначен на 2014 год На месте бараков вырастут два 12-этажных жилых многоквартирных дома Анна Ахпашева, Антон Новожилов, Вести, Хакасия В Абакане сегодня утром на пешеходном переходе машина сбила девятиклассницу Авария произошла примерно в 7.30 Девушка переходила улицу Торосова Водитель Нивы, который сбил школьницу, рассказал, что его ослепили фары с встречной машины И он поздно заметил человека Пострадавшая доставлена в городскую больницу со множественными ушибами и сотрясением мозга В Саиногорске передано в суд дело троих жителей Хакасии, ограбивших АЗС на трассе на Черемушке Напомним, в апреле молодые люди в масках ворвались на автозаправку Угрожая пистолетом, они избили охранника и забрали из кассы деньги и карты оплаты для мобильных телефонов Все вместе на 28 тысяч рублей Налетчиков задержали через несколько дней Ими оказались два жителя Майна и один Саиногорска Старшему 26, младшему 20 лет Преступления молодые люди спланировали Следователи установили их подельника 28-летнего жителя Саиногорска Он предоставил грабителям свой автомобиль Мужчину тоже привлекут к ответственности за пособничество А в Устябаканском районе полицейские по горячим следам задержали конокрадов Пять лошадей они увели с поля вблизи Алла Мохов Хозяин тут же заявил в полицию Спустя два часа лошадей нашли на заброшенном дачном участке Под подозрение попали двое мужчин Животные возвращены владельцу В Хакасии экологи борются с дикорастущей коноплей Как они говорят, основной объем работ уже позади В муниципалитетах сейчас повторно проверяют участки Где летом с корнем вырывали растения Вместе с работниками экологического отдела администрации Абакана В рейд отправилась наша съемочная группа На первый взгляд сложно и предположить, что это столица республиканского центра Частный сектор, заросший пустырь, горы бытовых отходов Кстати, именно свалка – подходящее место для произрастания коноплей Более того, это растение очень хорошо приспособлено к сибирским условиям Сейчас на календаре середина осени Вокруг серость, конопляжи зеленеет Такое остается на всю зиму Поэтому специалистов отдела экологии администрации Абакана Работы немало круглый год Важно регулярно уничтожать опасное растение В зиму, где много косой, хорошо ее Сейчас косой никак, она наматывается на косу Постоянно ее разбирать надо, только вручную Весна идет химическая обработка Более 20 гектаров, вот нынче обработали мы И уже по осени все равно она имеет свойство прорастать И еще эта вегетация длится в течение всего года На химпрополку в этом году городской бюджет выделил 200 тысяч рублей Вот так выглядят стебли, обработанные химикатами Они уже не представляют никакого интереса для поклонников этого растения Поэтому пока траву можно не трогать А вот зеленеющую коноплю нужно беспощадно выдергивать из земли На механическую прополку столицы республики выделила 100 тысяч Деньги пошли на приобретение перчаток, мешков и, главное, бензина Без него никак не обойтись За этот год только в Абакане наркотикосодержащие растения уничтожено на площади порядка 25 гектаров Причем работы велись даже в центре города Порой конопля соседствует с многоэтажками Тем не менее, год от года конопляные площади сокращаются Идет, сами видите, интенсивная застройка города А где застройка идет, отсыпается благоустройство, засеиваются газонами Поэтому конопля газоны пробить не может Борются с коноплю и в других муниципалитетах Республика выделяет около 2 миллионов рублей В этом году растения беспощадно уничтожили на площади 2000 гектаров Строительство одного из самых долгожданных спортивных объектов В Хакасии здание плавательного бассейна олимпийского типа в спортивном комплексе «Абакан» близится к завершению Напомним, открытие бассейна запланировано на конец октября Перед подрядчиками установлены жесткие сроки Поэтому работы здесь ведутся без выходных Уже смонтировано освещение, вентиляция, зрительские трибуны Рассчитанные на 300 с лишним человек Сегодня здесь еще шпатлюют, красят, зачищают Эти агрегаты для водоочистки из Европы привезли в минувшую пятницу Как говорят подрядчики, с помощью такого оборудования вода в бассейне застаиваться не будет Прогонять воду через зачистку будут 4-6 раз в день Цикл замкнутый, позволяющий менять воду в большом бассейне Это больше 2000 кубов один раз в год Сегодня установили фильтры, 9 штук Долго мы это оборудование ждали, наконец-то дождались Для оборудования это пришло у нас для очистки воды в бассейне Хорошего качества Ночной показ спектакля впервые в Абакане в рамках лаборатории современной хакасской пьесы Свой новый эскиз будущей постановки показал русский драматический театр Почему набросок спектакля вошел в афишу и какие проблемы поднимает пьеса со странным названием Великое переселение уродов, знает Юлия Константинова Хорошо там, где нас нет Для многих это аксиома, не требующая ни фактов, ни логического объяснения Просто хорошо где-то там Там даже солнце светит ярче Возможно, это извечное желание рода человеческого искать более теплое место жизни Подтолкнуло Николая Рудковского, белорусского драматурга, на создание пьесы А главного режиссера русского драматического Евгения Ланцова привлекли и другие темы Не понимаем друг друга, говоря на одном языке, мы не понимаем, о чем говорят, да, собеседник Будучи другой культуры, там, другого распредвидания или вообще другой информации, скажем так, человеческой А проблема в этом, у нас накопилось много внутри такой нетерпимости друг к другу Вот это накопилось, это вот копится, 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 в конце концов, что-то разряжается Пусть лучше это разряжается в театре, нежели в живом, между людьми Так называемый национальный вопрос сегодня стоит остро, как и проблемы непонимания, нерешенные вопросы миграции Из Белоруссии в Польшу, Англию, Ирландию, Канаду, Россию, Индию, Арабские Эмираты Миграция глобальная, масштабы которой в шокирующем названии постановки «Великое переселение уродов» Впрочем, у него есть вполне поэтичное объяснение в переводе с «Польского урода», «Красавица» Так что это слово в пьесе воспринимается неоднозначно, как неоднозначно воспринимается зрителям и сама постановка Не думаю, что на большой сцене я бы пошла второй раз, допустим, это посмотреть Я посмотрела, сделала какие-то выводы для себя Какие-то моменты, конечно, задели меня очень сильно Гомосексуализм, пропаганда, миграция Темы нужные подняли, но надо развивать как-то или дожимать в сторону шока Или наоборот делать их более какими-то приглаженными, чтобы это совсем никого не шокировало, как сегодня обсуждали после спектакля Даст ли зритель путевку в жизни этому эскизу спектакля, будет известно в конце недели по окончании лаборатории современной хакасской пьесы Юлия Константинова, Владислав Кустовой, «Твести Хакасия» И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня Напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно с помощью сайта «Вести Дефис Хакасия.РФ» Оставляйте свои вопросы и комментарии, каким бы ни было ваше мнение Нам важно его знать Я с вами прощаюсь Берегите себя Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!